По сложности подготовительный этап ненамного труднее основных гонок. На проверку спринтерской трассы в этот раз приехали 7 экипажей, остальные как группа поддержки. Участвовать в трофи-рейдах могут любые машины. Например, вот этот, оснащенный техническими средствами, может дойти до финиша за минимальное количество времени. Как, например, на этих соревнованиях, которые так и называются. Спринт. На прохождение дистанции с пятью точками организаторы отвели два часа. Это максимальное время первое же препятствие остановило половину машин. Одним из условий соревнований было прохождение всех сложных участков без помощи других участников. В ход пошли подручные средства. Лиспасты, хайджеки, плуг. Все это необходимо для того, чтобы экипаж мог самостоятельно преодолевать сложные участки местности. В принципе, клуб открыт для всех любителей внедорожников. Что для стандартной комплектации, что для профессиональных машин подготовленных. Новинкой сезона стало участие гонщика на квадроцикле. Синтез мотоцикла и трактора легко обошел всех преследователей. И водитель подключал все мосты только на одном подъеме. Данная трасса для техники квадроцикла сложности никакой не представляет. Она довольно-таки проста. Но были моменты, которые подводили все-таки. Это затяжная гора, на которую на заднем мосту я не зашел. Пришлось включать второй мост и преодолел. На последней точке застоприлось дело только у Ниссана. Разъезженная трасса не далась водителю с первой попытки. И даже переднее колесо осталось без резины. Сменив его, быстренько на запаску, автомобиль ушел на второй круг. А лидировал в спринте новичок движение на УАЗе. Он проехал дистанцию за 19 минут. Начинка машины, то есть то, что на ней стоит. Грубо говоря, от движка до колес. И плюс то, что мастерство водителя тоже играет роль. Хотя мы в этом деле тоже новички. Так, по-серьезному мы этим занялись, грубо говоря, два месяца назад. Первый раз поехали на соревнования. И после этого заразились. Кстати, заразил лесоповал. Открытая каста любителей внедорожников дважды в месяц встречается на Лемберском аэродроме. Заразившись энергетикой гонщиков, сюда приезжают и местные водители. Например, эта Нива прошла вне конкурса все этапы. Нештатный Кулибин оснастил своего железного друга независимыми подвесками, мостами и низкопрофильной резиной. На следующем спринте собирается взять реванш. Наталья Тюрн, Татьяна Шашурина, Вести, Мордовия.